В 13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает директор Политехнического института ВИАДГУ Иван Губин. Иван, добрый день. Добрый день. Здесь мы собираемся сегодня по следам Московского урбанистического форума, который свою работу всё ещё продолжает, но официальная часть его завершена. И я пригласила Ивана в связи с тем, что у нас очень много здесь, естественно, пересекающихся тем. И, в общем, политика нашей радиостанции такова, что мы обязательно рассказываем нашим слушателям, нашим горожанам о том, куда развивается мир, куда развивается страна и как, и что выпадает на нашу долю. Вот мне бы очень хотелось об этом сегодня поговорить. С вами Иван. И просто-просто дам небольшую справку о нынешнем Московском урбанистическом форуме. Он прошёл на минувшей неделе, ещё два дня будет идти, это крупнейший международный конгресс. Посвящён он вызовам, нынче в этом году, вызовам развития глобальных мегаполисов. Об этом пишут организаторы мероприятия на официальном сайте. Прошёл форум в седьмой раз и собрал ведущих специалистов по урбанистике, глав регионов и городов со всего мира, активистов, просто заинтересованных в развитии городов людей. И вот Иван Губин тоже туда поехал. Надо сказать, я тоже там была в прошлом году, о чём подробно рассказывала вместе с Анатолием Курбатовым, о чём мы подробно рассказывали здесь на площадке нашей радиостанции. Сегодня вас будут терзать на эту тему. Во-первых, что было мотивом собраться и поехать? ВУЗ направил или личная инициатива? Ну, наверное, совпала и личная инициатива, да, и задача университета. То есть мы понимаем, разрабатывая стратегию развития университета, мы постоянно немножко поправляем, но основные тезисы свои мы не меняем. Для нас мы выбрали три таких ключевых приоритетных направления, и одно из них это, собственно, развитие территории. Мы прекрасно понимаем, что если не будет развиваться регион, то и университета механизмов развития будет становиться всё меньше. У нас был такой тезис, умрёт регион, умрёт университет, умрёт университет, умрёт регион. Поэтому мы не мыслим о своём развитии без развития, собственно, области и города, и поэтому, собственно, поездка на Open Forum состоялась. Важно было увидеть, что сегодня происходит в мире, какие приоритеты, задачи, инструменты, механизмы применяют мировые лидеры, и, собственно, попытаться перенести это на свою цель. Или, конечно, перенести это невозможно. Вообще ничего. Но мы выясним в течение сегодняшней программы. Я вижу, что 64 страны-участницы, 64 страны-участницы в прошлом году от Южной Африки и чуть ли не Конго до Сингапура, Москвы и Нью-Йорка. В этом году как? Точно так же были представители почти всех континентов, только Таркеды, по-моему, были представители... Ибо нет там мэра и губернатора. Ибо нет никого. Вот. Был ЮАР, Буэнос-Айрес, Америка, собственно, Азия, Азия, естественно, Европа. Представители не только стран-лидеров, да, но и таких развивающихся государств. Да, вот это, кстати, удивительно. То есть, конечно, Шанхай, Сеул, Нью-Йорк, Токио, Лондон, Пекин, Гуэнос-Айрес, крупнейшие мегаполисы, понятно. Но то, что, несмотря на то, что обсуждаются мегаполисы, приглашаются как раз и руководители, главы городов, которые еще совсем даже не мегаполисы, это, наверное, очень важно. Надо сказать, кстати, хочу вас спросить. Я в прошлом году не столкнулась ни с одним чиновником из нашей администрации на таком урбанистическом форуме, а вы нынче как? Я не могу сказать, что я там кого-то искал, поэтому, ну, тем более, всех не знаю. Может быть, кто-то был, но я никого не видел. Понятно. Хорошо. Ну и вот, значит, вы и ВУЗ совпали с своих желаниями, поехали на этот форум. Сколько дней вы там провели? Я два дня был, меня интересовала, делая программа, в первую очередь, поэтому, собственно, от начала до конца деловой программы я там пробыл. Регистрировались на деловой программе? Да, конечно, заранее регистрировались. Я вижу, что 11 270 участников деловой программы, а посетителей более 30 тысяч было вообще на форуме. Да, да. Ну, там регистрация общая была, а дальше уже на пленарку, допустим, не пустили меня. Да? Да, не знаю почему, но очень много, можно сказать. То есть там был ограниченный круг участников, хотя достаточно большой зал. А вот на всех целях, да, на всех можно было свободно присутствовать, принимать участие. Когда поехали, задачи какие ВУЗ перед вами ставил? Или вы сами себе ставили задачи? Что именно? Задачи собрать опыт, понять, что можно у нас использовать. Собственно, я их озвучил в самом начале. С точки зрения приложения сил именно ВУЗ, да, своих ресурсов, именно с этой точки зрения. Как темы определяли? Что было с приоритетами у вас? На спикеров ходили, на разработки конкретные? На спикеров не ходил. Интересовали площадки, где речь шла о научных исследованиях в сфере урбанистики, а потом по развитию городской среды, по развитию транспортной инфраструктуры. И вот, наверное, вот такие были приоритеты. Собственно, поэтому... Они все близки к каждому нашему слушателю, потому что и развитие транспортной инфраструктуры, и развитие городской среды – это то, чем мы живем каждый день. И у нас по поводу чего у нас каждый день возникает вопрос с утра до вечера. Давайте пройдемся по этим площадкам и наиболее яркие какие-то ваши впечатления и выводы озвучим для наших слушателей. Я же сейчас все площадки-то и не вспомню. Ну, не все. Начнем. С того, что вспоминается первое. Что вспоминается первое. Ну, я, наверное, общий такой контекст. Сегодня развитие всех больших городов строится на цифре, по большому счету. Бигдейта, машинное обучение – это те технологии, которые сегодня помогают анализировать огромный объем данных и предлагать какие-то решения. Недавно озвучена стратегия развития цифровой экономики в России. Она, собственно, коррелирует с мировыми мерами. Об этом заявил Путин. Да, об этом заявил Путин. И, собственно, пока все подхватили, да, вот уже там конкурсы пошли, миноброски, в том числе по развитию цифровой истории. И, собственно, и в мире все движутся туда, потому что такой объем данных, который сегодня генерит человечество без использования искусственного интеллекта, обрабатывать невозможно. И те инструменты, которые сегодня в мире появляются, они, конечно, здорово помогают. Давайте пример какой-то приведем, чтобы было понятно любому слушателю, что такое цифровая… Пример. Это экономика цифровая или как это называется? Цифровая экономика. Цифровая экономика. На нас, если переложить… Ну, если для города говорить. Для города, это значит. В Москве сейчас есть системы анализа передвижения покупателей. То есть анализируются данные с кассовых аппаратов по районам, кто что покупает, в какое время, загруженность и так далее. Собственно, это в том числе является таким исходником для принятия решения о том, что строить в этом районе. Если там покупатель активен, да, и определенную группу товаров постоянно приобретаются, можно, собственно, там заходить в рынок. Ну, пример из того, что всем уже известно, там и знакомо, тот же Uber, да, такси. Это уже такая бесчеловечная система, да. Нет, она бесчеловечная. Бесчеловечная, ну, в том плане, что человек там не обрабатывает уже эту информацию. Система обрабатывает, машинная. Вот туда все сейчас двигаются, есть подобные проекты. То есть проще скажем, значит так, вот уже в следующий раз не придет у нас какой-нибудь человек, отвечающий за строительство, выдающий разрешение на строительство торговых центров просто так, и навскидку нам скажет, ну, мы тут посмотрели, можно еще пару торговых центров построить. Ничего, что там 10 стоят пустыми. В Москве уже такого не происходит, как и в других городах. Вот у них есть цифровые данные, они понимают, какова потребность. Есть она, нет ее. И только с этой точки зрения принимают решение об устройстве чего-то нового. Строительство или не строительство того же торгового центра, открытие нового павильона, магазинчика, кафешки и прочее. Ну да, если у вас есть цифровая модель города и планы по его развитию, вы в том числе можете принимать решение о застройке, о появлении новых каких-то и не только домов, но и объектов, торговых центров, магазинов, кинотеатров. Исходя из того, ну, то есть дом, чтобы построить, нужно понимать, насколько транспортная инфраструктура позволит пропустить новый поток пассажирский. Это первое. Потом нужно понимать, насколько энергетика в данном районе позволяет создавать новый объект, не поведет ли это перегрузки системы и так далее. То есть там такого уже не будет, что приходит человек с деньгами и говорит, хочу вот здесь построить такое, все. Ну, ничего, строй. А ему конкретно скажут, нет, нам вот это не нужно здесь. Нам вот здесь в этом районе нужно вот такое. Ну, в том числе, да. Ну, я не думаю, что сейчас происходит, я бы хочу вот это здесь построить и строить, все равно какая-то логика-то присутствует. А с другой стороны, что машинная система позволяет, ну, более четко анализировать информацию, принимать более взвешенные решения. В Москве это уже действует или нет? Или это все-таки история городов других пока еще? Пока в мировой практике такой полноценной модели я вообще не встречал цифровых. Все к этому идут, но слишком большой объем накопленной информации, которую нужно перевести в цифру. Вот пока такие точные локальные решения, ну, таких глобальных, там, для агломерации или для города даже, пока нет таких. Есть умные города, построенные с нуля, да, по-моему, в Штатах один такой город появился. И они пока небольшие. А вот по ранее существующим городским поселениям пока все это в процессе. То есть пока в процессе, и в этом плане у нас, конечно, тоже есть шанс, да, предложить что-то новое мировому сообществу и сделать то, что удобно будет для нас, нежели потом адаптировать. У нас это у кого? У России или у РУЗа? У России, у университета, у города. Какие-то мысли по этому поводу возникли? Да, конечно. Ну, собственно, один из таких проектов для себя я озвучил еще полтора года назад, собственно, создание цифровой модели города. Ну, сложно, это столько сил надо и времени, хотя идея очень интересная, вкусная такая. Вот мы пытаемся сейчас по кварталу эту историю сделать. Сейчас прервемся буквально на одну минуту и продолжим об итогах Московского урбанистического форума, о тех самых итогах, которые могут оказать влияние на развитие нашего города. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, и особое мнение свое высказывает сегодня директор Политехнического института ЭВДГУ Иван Губин. Мы говорим об итогах Московского урбанистического форума, который, вот буквально официальная программа которого завершилась, еще два дня будет неофициальная программа идти, и пытаемся выделить те моменты, которые важны для развития Кирова. Несмотря на то, что темой форума было развитие агломерации, я так понимаю, развитие глобальных мегаполисов, коим Киров отнести невозможно ни с какой точки зрения. Это я сейчас так говорю, сейчас, может быть, и вам меня попросят. Это вопрос. Я смотрю так внимательно, вдруг сейчас вы возмутитесь и скажете, что вы, у нас такой еще мегаполис. Но что-то, может быть, можно привнести сюда. Вы сейчас говорили о том, что все думают о цифре, но прежде всего я понимаю, что здесь нужен основной вывод, что все-таки для того, чтобы город развивался в дальнейшем, необходимо, чтобы как минимум статистические данные правильно обрабатывались, и именно они легли в основу дальнейшего развития города. И здесь вы говорите, что УСМ может какие-то свои инициативы, идеи действительно воплощать, продавать и внедрять. Что еще, еще какие яркие впечатления были? Вы говорите о развитии городской среды и транспортной сети. Ну, по транспортной сети здесь больше был акцент все-таки на такую, на московскую историю. Был презентован и Собянин, да, и главы муниципальных образований, которые рядом с Москвой находятся, они говорили о том, что согласовали по большому счету между собой планы развития инфраструктуры транспортной Москвы и области. Больше акцент идет на общественный транспорт, понятно, потому что все равно при том, что Москва достаточно сильно строит свои дороги, весь грузовой поток и пассажирский поток вывести только на личном транспорте невозможно. То есть общественный транспорт в приоритете? Общественный транспорт в приоритете. Была такая интересная Минтранс-презентация, где они говорили о том, какие были приоритеты 3 года назад и какие сейчас. То есть если 3 года назад был приоритет, оставлен таким образом, личный транспорт, потом общественный транспорт и потом пешеходы-велосипедисты. То есть сегодня общественный транспорт на первом месте, на втором пешеходы-велосипедисты, на третьем личный транспорт. Собственно, в этом есть логика, не только связанная с возможностями инфраструктуры, но и, в принципе, с тем исследованием, которое сегодня в мире есть. По разным данным, от 70 до 90% экологического вреда, который мы, как жители земли, доносим окружающему нас миру, связан с городами. И, в первую очередь, доминанта в этом следе экологическом – это, собственно, автомобили. Принято считать, что промышленные предприятия наибольший вред наносят. На самом деле нет. Наш транспорт. Ну и что? Что здесь могут подчеркнуть такие города, как Киров, из этой стратегии московской? Что через 7-10 лет и у нас к этому придут, как Вы думаете? Я думаю, раньше это произойдет и, собственно, наверное, и сейчас происходит. А вот лично, поскольку это особое мнение Ивана Губина, я хочу Вас спросить. Как Вы считаете, для того, чтобы в городе Кирове была такая же раскладка, что официальной стратегией развития города является приоритет общественного транспорта, потом пешеходных велосипедных зон, а потом автомобильных, это городская дума должна принять такое решение? Это глава города должен принять такое решение? Я имею в виду главу администрации, конечно же, потому что он работает в полях. Или это должна быть федеральная история, федеральная программа? И вот на Москве отработали, сказали, все, хотите, не хотите, Вы сейчас в своих городах должны следовать точно такой же стратегии. Ну, во-первых, раз особое мнение, и мое личное мнение, что у нас нет больших проблем с транспортной инфраструктурой, ну, за исключением состояния дороги, да, нет пробок таких, собственно, нет загазованности такой, как в других городах. Я это из личного опыта могу сказать. Это по сравнению с каким городом, это загрязнение? Это по сравнению с любым городом Леонихом, да? Ну, Екатеринбург, Москва. В прошлом и позапрошлом годах Киров был в верхних строчках по загрязнению. Воздух, а по итогам... Я по личным ощущениям. То есть мне здесь дышать легче, чем в других городах. Хорошо, угу. Вот, и, ну, и, собственно, пробок у нас, ну, не так много. Ну, наши пробки, это так... Не московские. Пробочки, да, на самом деле. А кто принять решение должен? Ну, конечно, городская администрация. Она способна, наша городская администрация, принять такое решение? Конечно, способна. Это в ее полномочиях. То есть они должны, вот эти вот люди, которые управляют нашим городом, сесть и сказать, ребят, если мы сейчас не изменим свою стратегию и не придумаем, как нам, значит, приоритет поставить общественный транспорт, то мы с Катином сейчас вообще на задворке. Город будет неудобный для жилья. И хотим мы привязывать школьников или не хотим поступления в нашу вузу, они все равно уедут, потому что жизнь здесь плохо. Как-то так? Есть же у нас... Недавно документы публиковали, что-то вроде развития транспортной инфраструктуры. Собственно, в этом документе и должны быть отражены основные моменты, чему дается приоритет. Вот. И у нас общественный транспорт неплохо, кстати, ходит. По моему центру... Я недолго стою на остановках, если автобусы следующие... Старые автобусы, битком набитые людьми. Неплохо. Это есть проблема с пазиками, да, как они коптят, дымят. Это, конечно, беда сзади. Я понимаю, что вы так говорите, что есть все ресурсы и возможности. Было бы желание? Да, в первую очередь, желание, конечно. Ресурсов не могу сказать, что у нас много. Все-таки сравнивать нас с Москвой сложно. Москва сегодня является гордым донором. У нас часто принято такое мнение озвучивать, что все ресурсы Москва себе забирает. Да, на самом деле Москва сегодня профицитный бюджет. То есть они генерят больше, чем потребляют. Намного и многие бюджеты регионов обеспечивают, в том числе бюджетом Москвы. Не помню, до 3% что ли в ВВП, в общероссийском это Москва. И в целом Москва, кстати, неплохо смотрится и на фоне мировых лидеров таких же агломераций подобных. Во всех рейтингах где-то в десятки, в двадцатки по разным параметрам. Причем скачок это именно в последние годы с приходом Собянина, с его таким размахом. Его политика это та же программа реновации, которая сегодня там активно обсуждается. Да, вот я хотела как раз спросить, вы ходили на что-то по реновации или нет? Потому что мы же знаем, что даже на ВДНХ целый павильон был открыт, шоурум многоэтажный, где целые квартиры были представлены, обставленные мебелью, сантехникой, посудой, специально для москвичей, которым показывают, какого рода, какой планировки квартиры будут им предоставлены, и как в них можно жить. Не ходил. А между прочим, эта история может стать федеральной, потому что господин Собянин сказал, открывая экспозицию, что реновация это не роскошь, а стратегия развития. И о стратегии развития уже даже федеральные говорят. Как вы думаете, эта история может быть каким-то образом распространена на регионе? Не могу сказать, в ближайшее время произойдет или нет, но опять-таки, учитывая саму идеологию реновации, она простая, что инфраструктура, сегодня существующая в городах, которая создавалась 30-40 лет назад, 50-50, уже приближается к такому моральному сроку использования, и физический износ достаточно большой. В ближайшем будущем, если не изменить ситуацию, затраты городов на содержание инфраструктуры превысят возможные капиталовложения в случае создания новых объектов. Поэтому стратегия Москвы здесь абсолютно ясна. Насколько заложены в нашем бюджете, в российском, средства на то, чтобы такие полномасштабные программы реализовывать в других городах, не знаю пока, честно. Но думаю, что должны докопиться. Я понимаю, что мы инициативно не можем такие проекты у себя запускать. Все-таки у нас бюджет несколько отличается. Да, у нас есть куда строиться еще. Ну, опять-таки, есть куда строиться. Это, кстати, может быть вообще конкурентно преимущественным таким Кирова, о котором я думал, это удобная логистика. То есть у нас, в принципе, в любую точку города попасть достаточно быстро. И для больших городов это сегодня проблема. Вот даже там показывали статистику, что по Москве, ну, минимум час, то есть в среднем часа полтора человек добирается до работы. Полтора до полтора, три часа в день, ежедневно мы выбрасываем из своей жизни. У нас, если бы разгрузили в машина поток, то можно было бы и на велосипеде добраться куда угодно за полчаса. Ну, тут еще по погодам условия, значит, идет зимой снег. Так, а что касается благоустройства, здесь основной какой акцент? Но мы уже про виновацию более-менее сказали, если ее можно к благоустройству отнести или нет. Наверное, нет, это отдельная история. А вот тут какой основной тренд? Ну, кстати, по благоустройству долгом посмотреть много не удалось. Но опять понятно, что зелень, приоритет там экологии. Вот, а еще один важный момент в акцентах развития городов, это сегодня цифра плюс человеческий капитал. Так. Собственно... Где место человека здесь? Что, место человека где? Так везде, то есть города сами, они для людей же создаются и создавались. И та же Москва, да, она в основном, вот что она действительно вытягивает из страны в целом, да, из регионов, это людей. Людей, которые хотят какого-то светлого будущего, да, попросить за банальность для себя, для своих детей, возможности самореализовываться. Вот этих людей она, конечно, вытягивает. Вытягивает серьезно. И, собственно, все мировые крупные города, все агломерации делают ставку именно на создание удобных, комфортных условий для жизни людей, не только в плане физического комфорта, да, но и возможности для самореализации. Есть, были достаточно такие интересные кейсы из Израиля, там город-стартап, условно говоря, создан. И там сумасшедшая история, Берлин Мэн, американская, временный город для креативщиков, людей творческих. Вот был как раз мэр этого города. Он создается на какой-то период, там съезжается вся богема, в течение какого-то времени, месяц-два креативе, создают что-то, предлагают. И потом в Сан-Франциско уже некоторые проекты реализовывают свои творческие. Они достаточно сумасшедшие, было весело смотреть. Не могу сказать, что я разделяю такую идеологию, можно было бы что-то в себя перенести, но было интересно. Но акцент еще раз именно на человеческом капитале. Для людей, ну, вело, в Москве есть проект, как каршеринг, да, велошеринг. То есть можно в любом, практически, там уже порядка 30 тысяч велосипедов, ты можешь карточку приложить, взять велосипед. И даже самокатов прокатиться. Я нынче видела, была удивлена, что мало им велосипедов, они еще и самокатов прокат задают в любой точке. Да, в принципе, ну, это вообще в больших городах распространено. Такая история достаточно удобная. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты, после чего я у Ивана Губина, директора политехнического института ВИАДГУ, расспрошу, а что, собственно говоря, из всего, что он там увидел и услышал, уже он точно видит, что можно начать применять в Кирове или там в обозримом будущем пятилетия действительно внедрять. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор политехнического института ВИАДГУ Иван Губин. После, да, Московского урбанистического форума мы здесь беседуем. Не могу просто перестать цитировать простые заголовки с официального сайта Moscow Urban Forum 2017, где сказано, что форум объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан. Вот я так и представляю себе, что когда-нибудь с подачи какого-нибудь нашего местного Собянина вот эти все люди, представители вот этих сообществ на площадке города Кирова соберутся и вместе будут планировать, как они свой город собираются развивать. Прям правда. Очень этого хочу, чтобы когда-нибудь... А пока мы не видим представителей нашей городской администрации на каких-то таких форумах, и я могу их понять, мне кажется, это очень как-то... После этого будет сосать под ложечки, когда ты будешь из Москвы уезжать, понимая, что происходит в мире, возвращаясь в нашу действительность. Я думаю, что еще другая история. Мы все равно будем их рубать. Даже если они поедут, найдутся те, кто скажет, вот что, поехали, денег так нет. Теперь тратят еще, там, хоть за свой счет. Да, но я к чему веду? Я просто анализирую там информационное поле, которое у нас сегодня присутствует. В основном, я в последнее время стараюсь такие позитивные посты публиковать, несмотря ни на какие обстоятельства. А так, то, что мы сами, как мы любим свой город, это тоже важная такая история. В основном мы пишем о том, что у нас проблемы. Ну, я бы не сказала, что это так. Практически у каждого СМИ с подачи Игоря Владимировича Васильева сейчас появилась какая-нибудь программа, типа, позитивные новости, хорошие, за что люблю я город Киров, или еще что-нибудь. Все стараются. Ну, молодцы, да, с какой-то результат. Все стараются. Просто когда люди говорят, что я люблю город Киров за то, что я тут родился, женился и детей, значит, дети у меня тут появились. Ну, как-то ты думаешь, ну, где тут заслуга города, собственно говоря? Заслуга твоих родителей, что ты здесь родился. Ну, ладно, бог с ним. Ну, то есть мы, я-то считаю, что на самом деле кировчане, и я уверен, вы тоже так считаете, они у нас достаточно активны в смысле того, что они пытаются развивать этот город. Да, конечно. Но никуда не деться без администрации. Никуда. Никуда, да. Ну, нужно договариваться, вот, опять-таки, на мировой опыт. Как правило, университеты выступает такой экспертной площадкой по принятию решений по развитию города, по разработке стратегии, и, собственно, по крайней мере, там, с региональной властью. У нас сейчас процесс идет коммуникации, мы вместе работаем и над стратегией развития промышленности, и, собственно, развитие территории. Есть подписано соглашение по разработке стратегии развития моногородов, и, собственно, здесь мы включаемся как раз по работе. Я думаю, что, может быть, где-то в недрах вуза, просто я могу быть не в курсе, да, такой же диалог с администрацией города происходит. Да, мы обещали до перерыва, что расскажем нашим слушателям о тех идеях, которые возникли в вашей голове после посещения форума, и которые можно реализовать в городе Кирове, на ваш взгляд, прямо уже вот начинать сейчас. Для того, чтобы мы не отстали совсем, мы не были выброшены там, да, на обочину истории, может быть, вообще не загнулись бы, потому что страх же существует, об этом часто говорят, что развиваться будут только мегаполисы, а такие города, как наш, потихонечку умрут. Ну, есть, да, теория, что и государства исчезнут, останутся только города, 50, крупнейших городов, или будут сконстрированы все, весь человеческий капитал. Ну, на наш век, я думаю, хватит в любом случае думать о развитии того места, которое нас окружает, где мы находимся, нужно непрерывно. Что касается по поводу задач, которые мы для себя берем, да, как университет, я пока буду говорить за себя, мы не успели еще обсудить с коллегами мою поездку, но в целом могу сказать, что есть интерес сделать удобно, вот, подумал сразу же о портале «Красивый Киров», который, собственно, есть такой вестник, не помню, как называется, стрелка его публикует, вестник городов, и все интересные проекты, которые так или иначе есть по стране, находят свое место в этом бюллетене. И в одном из номеров как раз про Киров был этот «Красивый Киров» портал. Хорошая очень история рассказана, я думаю, сейчас с Анатолием Курбатом мы встретимся, поговорим о том, чтобы сделать такое мобильное приложение для горожан, где можно было бы, собственно, ту идеологию, которая заложена в портале, да, фиксация проблем, которые сегодня существуют, и механизм отслеживания решения этих проблем заложить, ну и плюс как раз источник сбора информации о том, что у нас в городе происходит, как мы перемещаемся, да, какой трафик, чем мы пользуемся и так далее. Это может быть хорошей базой для анализа информации с точки зрения выработки стратегии развития, в том числе транспортной инфраструктуры. Сейчас все это обсудим, продумываем содержание и, наверное, запилим приложение мобильное, потом людям предложено его скачать. И, собственно, вот, это тоже станет нашей такой цифровой историей. Ну да, эту хорошую новость, слава богу, еще во время вашего нахождения на форуме, Максим Копылов, наш блогер, описал в Фейсбуке, как хорошую новость, преподнес две. Первая новость была, что Иван Губин присутствует на форуме, а вторая то, что в бюллетень городов России, подготовленном КБ «Стрелка», совместно с Минстроем России, в третьем номере на 28-й странице опубликована статья «Эффективный способ вовлечения большого количества людей в решение городских проблем» — краудсорсинговая онлайн-платформа. Но если это будет еще мобильная платформа, которая в том числе может лечь в основу вот этой цифровизации городской среды, это будет просто прекрасно, хорошая новость. Да, я думаю, здесь как раз и городская администрация положительно воспримет такой заход, потому что, ну, можно просто их подталкивать к тому, что давайте что-то делать, что-то делать, да, можно конкретно вот сходные данные, вы можете их использовать так-то, мы не будем закрывать эту информацию и будем ее предлагать, в том числе, конечно, и органам исполнительной власти. Вот эта задача, мне кажется, сейчас интересная. Потом что еще? Ну, я сказал, что там в любом случае мы так или иначе становимся такой экспертной площадкой и являемся, а нужно, ну, более конкретно, наверное, в этом направлении работать. И касаемо вопросов экологии, предлагать свои решения. Есть у нас достаточно много сейчас внутри интересных проектов в Институтах химии и экологии, они запускают и по сбору, переработке мусора и... По раздельному сбору мусора. Да, да, да. Завтра мы ожидаем вашего коллега здесь в эфире. Сергей Валерьевич, я думаю, расскажет вам про эту всю историю. Что касается еще одной тенденции по развитию городской среды, то, что мы полгода назад запустили там историю с кварталом 119, в этом же направлении, ну, понятно, что двигаются все сегодня в мире, никто не говорит о развитии там дворовой территории отдельно, да, все смотрят более комплексно на более большие объекты, ну, по-квартально, по большому счету, потому что создавать в каждом отдельном дворе такой микромир, где будет вся инфраструктура, которая требуется для жителей, ну, бессмысленно и не получится. А кварталы вполне, да? Да, по кварталу можно действовать и создавать и зоны отдыха, да, и зоны досуга, и есть, ну, у нас там плага сквер есть, вот, как раз перед отъездом разговаривал с представителем администрации управления зеленого строительства, они вышли на меня сами, оказывается, этот сквер, который там в квартале попал в 30 скверов, я вообще не знал. Какое счастье, да что вы! Звонят, слушайте, давайте как-то вот в этом направлении подвигаемся, неожиданно говорю, я никак это не педалировал, даже не предполагал, что это может быть. Видите, какие замечательные вещи рождаются в нашей рубке, да, на радиостанции, в конце концов, спустя год мы интегрируемся на оба этих проекта, замечательно, хорошая история. Что касается квартала 119, напоминаю, что это проект ВИАДГУ по изменению инфраструктуры и вообще всей жизни одного отдельно взятого квартала, исходя из потребностей граждан и современных тенденций, речь идет об участке, об участке территории города Кирова между улицами Менделеева, Московской, Лепси, Студенческий проезд Московской, Лепси, Ломоносова. Да, достаточно активно началась работа еще в прошлом году и самое главное, что была проведена работа по анкетированию и обработке данных. Да, кстати, вот сейчас после форума как раз появилась мысль экстраполировать этот опыт для того, чтобы понимать, как город развивается и самое главное, как жители относятся к тому, что происходит в городе, необходимо постоянно делать срезы такие, вот собственно, что сейчас, на данном, что через год. А мы ведь, по-моему, на этом и затормозились. Вы потребности выявили, но понимания в итоге какой-то поддержки жители не нашли, или я что-то ошибаюсь. Нет, на самом деле не так, мы немножко концепцию изменились и сейчас, то есть мы все равно, идеология была за то, что мы квартальное планирование, но привязки к конкретным дворам, да, и собственно по дворам мы будем двигаться, это была изначальная идея. И уже даже к августу месяцу чего-то хотели сделать. Да, что-то сделали. А в итоге что получилось? Мы сегодня пересмотрели немножко подход и сделали как раз такой комплексный проект с зонированием, да, вот у нас не так давно завершили, то есть мы весь квартал разложили на зоны, что необходимо в этих зонах организовать, основываясь на мнениях жителей. И в первую очередь там по своей территории, потому что, понимаем, у нас хотя бы деньги есть на то, чтобы что-то у себя изменить. По территории вузу принадлежащей. Да, да. А дальше дворы будем уже, конкретные дома, будем привязывать к этой идеологии и предлагать им конкретное решение. По ряду дворов эти решения сделаны, с жителями мы их обсудили, там есть даже дизайн-проекты конкретных дворов. Сейчас там немножко ректировочку после общения с активистами проводим. Основная проблема, что включилось людей достаточно мало. То есть на стадии обсуждения, там анкетирования мы хорошим массивом данных подняли. А вот в прямой диалог, есть дома, которые мы два раза приглашали жителей дома, они ни разу не пришли вообще. Просто ни одного человека. Вот это беда. Ну и здесь мы для себя тоже поняли, что по большому счету вырывать у людей время на то, чтобы они начали говорить о том, чего они хотят. На самом деле, наверное, тоже не получится. Поэтому где-то вот нужно уходить все-таки в цифру. Если будет приложение, это тоже одна из задач, разработать такое приложение жителя дома, да, где он может и оплатить свои коммунальные услуги, заявить о проблемах, там получить какую-то обратную связь, проголосовать, принять какое-то решение. А вот и Ваши истории все-таки знает, например, глава города Перескоков и, например, в Рио губернатор Васильев. Ну это же интересно, наверное. Я не знаю, знаете, честно, мы не рекламировали во власти. Вот как-то хочется рядом с Вашей компанией такой сразу видеть еще и чиновника Собянина такого хочется видеть. С городской администрацией у нас есть диалог по этому проекту и надеемся, что в следующем году квартал попадет в число тех проектов по Минстроевской программе по развитию, по развитию среды. Ну, собственно, когда-то посылки есть достаточно большие. Ну, Перескоков и Василий мы этот проект не обсуждали, потому что все-таки исходим из идеологии того, что сначала сделай, потом... Сам. Да. Начни с собой. Да. Да, как говорят наши коллеги сейчас на Первом городском канале. Какой город, такие новости, начни с себя. Да, я их поддерживаю, кстати, в этом смысле. Спасибо Ивану Губину за его особое мнение. Мы оговорились сегодня по следам Московского урбанистического форума и продолжим этот разговор. И все эти благоустроительные городские темы будут постоянно у нас в эфире. И я вас тоже призываю, наши слушатели, участвовать активно в этом обсуждении. Спасибо, что это делаете в прямых эфирах. Продолжайте, пожалуйста, эту работу. Все работы с удовольствием. Иван Губин, Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания.